От посадки до взлета меньше 45 минут. Заправить самолет, загрузить на борт еду, убедиться в исправности всех систем, разместить пассажиров. Это лишь малая часть из списка обязанностей сотрудников технического персонала аэрогавани. У специалистов каждая секунда на счету. Весенний-летний сезон такой подход обеспечил аэропорту имени Айвазовского возможность совершать перелеты по 56 направлениям, чем и воспользовались более 4 миллионов пассажиров. Много новых технологий было внедрено в операционную деятельность аэропорта Симферополь. И можно сказать, что этот сезон для нас успешен по всем показателям. Кафе, фотозоны и залы ожидания. Несмотря на свои впечатляющие размеры, здесь нет места длинным очередям. На предполетный досмотр одного человека уходит до 43 секунд. Даже в пик летнего сезона эта цифра увеличивается незначительно. А все благодаря техническим новинкам, среди которых обслуживание пассажиров с электронными посадочными талонами. Теперь пассажиру не нужно распечатывать посадочный талон. Достаточно скачать специальный QR-код на телефон, приложить его к считывающему устройству в аэропорту и пройти на посадку своего рейса. За курортный сезон этого года воздушные ворота Крыма приняли и отправили 676 чартерных рейсов. Воспользовались ими почти 200 тысяч пассажиров, что в треть больше, чем в 2018. Оружие, легко воспламеняющиеся вещи, а также спиртосодержащие жидкости. На этом импровизированном стенде представлены вещи, которые нельзя с собой провозить в качестве ручной клади. Тем не менее, это далеко не полный список. Весь можно найти на официальном сайте местного аэропорта. Кстати, вопросу безопасности здесь уделяют огромное внимание. Даже детей сюда водят на экскурсии, на которых о безопасности также много рассказывают. За год сотрудники аэропорта провели 50 экскурсий для полутора тысячи школьников. Кстати, для таких организованных групп здесь предусмотрены отдельные пропускные пункты. Аэропорт хороший, я думаю, будем пользоваться намного чаще. Очень удобно, комфортно и все замечательно. С наступлением осенне-зимнего периода количество перелетов сокращается. Теперь улететь можно только в 12 направлениях. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот список расширили такие города, как Саратов, Казань и Минеральные воды. В этом графике воздушные ворота полуострова будут работать до 28 марта 2020 года. Стефан Филатов, Даниил Захаров. Утро нового дня.